ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Учёные и разного толка предсказатели объявляли дату конца света уже множество раз, даже за мою недолгую жизнь. Но самой авторитетной и популярной датой считается 21 декабря 2012 года, и это уже совсем близко. Также в учёном мире существует несколько гипотез того, как это должно произойти. Может начаться потоп, могут начать извергаться самые большие вулканы мира, может отключиться электричество по непонятным причинам, или произойти что-нибудь ещё. Лично я верю в конец света. А веришь ли ты? Нет. Почему? Я тоже считаю, что нет. Я держу тебе тёплые вещи. Я, конечно же, верю, что конец света настанет. Веришь в конец света? Нет. И не полезешь в бункер 21 числа? Нет, мы не верим. Мы не верим. Не верим. Нет, мы не такие люди. А это никто не знает. Никто не знает. Я верю в конец света. А ты по какому поводу облысел? Это не потому, что скоро конец света? Нет, я просто облысел в связи с будущим веселим призовым в армию. Мне кажется, что это очень хорошее обоснование для того, чтобы уверовать в конец света. Я думаю, это твой выход. У меня конец света будет, если я не занялся в сессию. То есть ты не веришь в конец света? Мне тут не удалось, что в тот финал финской лиги, поэтому мне вообще никак. То есть всё, никак не веришь и другим не советуешь. Ты не веришь в конец света 21 декабря? А почему? У меня контрольная полуновая в отделе. От её написания мне будет зависеть, будь в конец света или не будет. Специально нас запугивают для того, чтобы все расслабились. Сейчас никто не учился, особенно если про универ говорить. А кому это надо? Кому это надо? Чеху. Нет, я не верю в это. А почему? Это, потому что это ничем официально не доказано. Конечно, находились там какие-то календариры отличные, были какие-то утверждения, но впоследствии уже опровержения этим утверждения находились, и они для меня более убедительны. А вдруг эти опровержения специально были залиты, чтобы отвладить нас от этого и не создавать панику? Ну вот тогда мы все умрём. Я верю в конец света. Как ты пройдёшь 21 число? Я, конечно, хотел зарыться, вспомнить всё, чтобы было хорошее в моей жизни. Увидеть семью, позвонить им, попрощаться напоследок. Но это было бы так, если бы я верил в этот перёборный конец света. Ну, а то есть ты всё-таки не веришь? Нет, конечно. Приедут просто те люди, которые поддаются влиянию. Они обязательно будут верить всему, им просто нечем на самом деле заняться. Дорогие люди, идите, путешествуйте. Я не верю в конец света. Почему? Будет, как будет. Будет когда-нибудь, но не сейчас. Веришь ли ты людям, которые доказаны, что конец света будет? Нет. Почему? Потому что не верю. Почему их доводы кажутся неубедительными? К 80-му году вообще три... К 54-му. А я к 80-му слыхала. А я слыхал, что к 2012-му. Не знаю. Надо жить. Так, я со спад, поэтому я скажу. То есть вы не хотели бы, чтобы у вас был конец света 21 сентября? Я ещё жить хочу. Я ещё только начинаю жить. Нет, не время ещё. Мы ещё не пожили. Мы не пожили. Мы не пожили. Внуки не жили. Как это что-то будет? Зачем? Какой-то какая-то... После ваших внуков будут их внуки. Они тоже скажут, что на нашем веку не должно быть конца света. Мы ещё не дожили. Нет, ну будет. Как все учёные говорят, что это будет изменение большой. А смысл запасаться? Если он и будет, то вряд ли. Пара спичек поможет мне. Поможет прожить ей ещё жалкие семь дней. Но надо просто подготовиться. Ты же не можешь просто ждать. Подготовиться? Бунгало что орудить? Скорее бункер. Бункер? Да. Мне кажется, не спасёт. А что спасёт? Спасёт веточка вербы. Древний способ индейцев кентукки. У Майя нету точной точки отсчёта. Поэтому все попытки получить точную дату конца света бесплодны по календарю Майя. Очень надеюсь, что он придёт. Потому что человечеству нужно дать большой удар наконец-таки. Чтобы люди поменяли своё ужасное мировоззрение большинство. Ну, большинство. И поэтому я думаю, что после конца света всё изменится к лучшему. Не будет конца света, потому что я не хочу. А хочу я жить, радоваться жизнью. Хочу... И ещё рожать. И ещё замуж выходить. Какой конец света? Да, так нельзя. Я помню, на своём веку в деревне тоже было. Ну, как-то это... Ну, как тебе сказать? Не на всю площадь, а местами. Вот так, где-то. Гром не грянет, мужик не перекрестится. И я, скорее всего, буду считать, что это русский Новый год раньше отмечают. Я не верю. И тем более в Мексике существовал традиционный период конца света. В отцветку державе устраивался настоящий ад. Все ходили, резали друг друга, думая, что через неделю наступит конец света. Конца света не наставало. Кругом вылежали трупы, всё было разрушено. И вот такая периодичность была раз в 58 лет. Нет, у нас не тронет это. Тебя не убеждали никакие фильмы и документальные разные кино о разных аномалиях, которые происходят в районах, где они не должны происходить? Нет. У нас вот аномалия на южно произошла. Кругу прорвало. Это не аномалия, это как раз типичная. Жизнь тяжелой стала. Это я согласна, да, и ещё тяжелее будет. Мы всё умрём. Ну, всё это будет, но не сейчас. Очень надеюсь, что он придёт. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова